Ребята, всем привет! Это второе видео по теме медитации. Почему про медитации говорят самые известные люди мира, которые достигли каких-то потрясающих результатов в своей реальности, которые создали глобальные бизнесы, раскрыли свою личность, подарив свои таланты всему миру, показав себя на весь мир, которые исполняют свои самые сокровенные, самые ценные мечты. Вот отсюда. Почему они говорят про медитацию? Почему медитация – это такой мировой бренд, который сейчас как никогда продвигается супермасштабно? И что конкретно вам в этой жизни, в простой повседневной реальности, дадут медитацию? В чем профит? Вот вообще что? Что там внутри? Что там за такая фишка в этой медитации? Почему? Зачем? Если первая вещь, которую дают медитации – это навык внимания и управления вниманием, то вторая вещь, которую дают медитации – это состояние. И это не какой-то абстрактный дзен, когда ты настолько расслаблен, что ты уже такой, типа, может, мне вообще не жить, я уже вообще такой там зашибись просветленный, я настолько расслабленный, что, пожалуй-ка, буду-ка я делать ничего. Нет, речь не об этом. Речь о том, что наше состояние – очень хочется снять очки, но здесь очень яркое солнце, сейчас вроде тучи собираются, может быть, получится без очков. Наше состояние – это такой второй золотовалютный резерв после внимания. Никогда, что бы вы не делали из состояния обиды, вы не получите в этом результат страха. Никогда, что бы вы не делали из состояния страха, вы не получите в этом результат удовольствия. Почему? Потому что, когда вы сажаете яблоневые семена, вы никогда не получите бананы. А когда вы сажаете семена бананом, вы никогда не получите огурца. Это не про то, что посеешь, то и пожнешь, потому что эта фраза на самом деле звучит достаточно агрессивно, и ее чаще всего в достаточно агрессивном контексте употребляют в зоне СНГ. Это про то, про ясность понимания, насколько огромной силой творения мы обладаем своей жизнью. Если вы создаете отношения из состояния недостаточности – дай, 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 дай. Да, там будет какой-то резерв, когда вам что-то дают, но эти отношения никогда не будут наполнены любовью, изобильным удовольствием. И вот именно эта вещь – творение из состояния – и есть самый главный ключ в управлении реальностью. Все, что мы создаем, мы получаем обратно. Яблоки, бананы, огурцы, дыни, арбузы, как эту бочку говна иногда. Почему? Почему нам не нравятся те результаты, которые мы получаем? Потому что с самого раннего детства мы никогда не учились понимать себя внутри. Мы никогда не учились действовать изнутри, из состояния творения изобилия. Это было очень давно в детстве. Потом началось надо-надо-надо по линейке, по сроку, так, так. Про состояние никто никогда не говорит. Все, как всегда, говорят – сделай, давай, результат. Мы же в материальном мире. Давай, где линейка? Камон! Это перестало работать уже давно. Последний глобальный пример, почему это перестало работать – это ковид. Что сделал ковид? Оставил человека наедине с самим собой. Почему так много самоубийств было в этот период? Потому что оказалось, что внутри так пусто, если не наполнять это внешними делами, социумом, всякими наркотическими, опьяняющими веществами, если не наполнять это просто, не забивать вот эту пустоту всем подряд, то внутри оказалось очень пусто. И это и есть то самое состояние. Ключевая новость в том, что мы источник, ну вот прям генератор. Осталось найти правильную розетку, куда включиться, и она и есть внутри. Так при чём здесь медитация? Ну, состояние, окей, состояние, когда ты что-то создаёшь, это ключевое. Что создал, то и получишь в ответ. Окей, да, хорошо. Но медитация-то при чём? При чём тут сидеть вот в какой-то, блин, это же ещё больно так сидеть? Это неудобно, на это надо тратить время, к этому, блин, надо ещё подготовиться, и это ещё должно быть регулярным. Чё? Это-то тут при чём? Очень просто. Состояние нахождения в себе, самим собой, и навык тому, чтобы выращивать изнутри то состояние, через которое вы хотите жить, создавать, реализовываться, whatever, что вы хотите. Создайте состояние, из которого вы будете это делать. Навык создавать состояние, это и есть медитация. Просто делать это регулярно. Когда вы что-то делаете регулярно, на протяжении длительного времени возникают две вещи, и они начинают работать друг с другом. Во-первых, образовываются новые нейронные дорожки. Чём чаще вы по ним ходите, если обращали внимание зимой, из окна, если посмотреть, вот вверху вниз будут такие дорожки, которые там муниципальные службы или архитекторы расчертили, а будут дорожки, по которым на самом деле ходят люди. Когда Королёв строил свой центр, он сначала не клал дорожки, он дождался зимы, посмотрел, как на самом деле ходят люди, и уже потом по этим направлениям летом положили дорожки. Так вот дорожка. Когда ты проходишь по ней один раз, она тоненькая, но чем больше и чаще по ней ходит, тем более устойчивой она становится. И потом уже неважно, сугробы, метели, пришёл сегодня там один человек или пять человек, это неважно. Дорожка уже есть, она работает, она широкая. Это образовывается вот здесь, в голове, в мозге, буквально на физическом уровне. Что получает тело? Тело получает коктейль. Вкусный, прикольный коктейль из совершенно разных гормонов. Слова забываю. И когда включается определённая нейронная дорожка, состояние, которое вы привыкли генерировать, например, состояние изобилия, удовольствия, любви, просто кайфа. Смотрите, вот, я прям проговорила эти слова, насколько изменилось, насколько внутренне стала кайфовия. Включается дорожка, тело получает коктейльчик, мозг отправляет гормоны, гормоны вызывают ещё больше состояния. И потом эти две штуки начинают играть в такую игру. Человек говорит, слушай, прикольно вчера было, давай ещё. Мозг включает дорожку. И наоборот, мозг понимает, что это приносит удовольствие телу, он начинает включать дорожку чаще, тело начинает получать больше. И вот так вот они призывают друг к другу, создают всё больше и больше состояния в повседневной жизни. в обычной. То есть вдруг, практикуя регулярно, через какое-то время вы обнаруживаете себя в идеальном состоянии, в очень наполненном, масштабном, кайфующем состоянии в жизни, whatever, в любой момент. Хорошо идут дела, плохо идут дела. Что-то получается, всё рушится. Здесь, я не знаю, начинает создаваться какой-то движ. Здесь начинает что-то разрушаться. Жизнь идёт. Вам прекрасно. Это первое. Второе, что даёт состояние, это то самое творение из состояния. То есть, когда вы начинаете контактировать с людьми из состояния внутренней наполненности, из состояния удовлетворённости, из состояния удовольствия, с кем бы вы ни контактировали, это будет абсолютно другое качество и результат от этого контакта. Когда вы начинаете созидать, даже ещё не создавать, а только придумывать, в голове проекты из состояния наполненности и удовлетворённости, это абсолютно другие проекты. Проект, созданный в состоянии недостаточности, проект, созданный в состоянии изобилия. Когда вы начинаете создавать отношения, с кем бы вы их не создавали, ворево, прежде всего, с самим собой, из состояния изобилия и наполненности, это абсолютно другие отношения. Вот это ключевая фишка медитации, второй злотовалютный резерв всей вашей жизни. И то, почему на самом деле этим стремятся поделиться. Потому что, когда человек сам находится в состоянии наполненности, изобилия, любви и благодарности, единственное, что хочется с этим делать, это делиться. Боже, тут такие звуки, интересно, вообще хоть что-нибудь слышно из-за того, что я говорю. По-моему, здесь осталось сейчас, как она называется, инопланетные летающие тарелки при землице, такой хаос. Всем интересно про медитацию, все хотят это знать, они вышло пилить там начали. Окей. Третья фишка состояний. С самого раннего детства мы привыкли делать не то, что мы хотим. Мы привыкли что-то делать не из состояния себя, не изнутри, а по каким-то внешним триггерам. ты встаешь в семь часов утра и идешь в школу не потому, что это вау, как круто, а потому, что надо. Мы привыкли есть по расписанию, причем какую-то жесть. Вот то, что в школе считаются нормой общественного питания, да, понятно, что сейчас появилось очень много частных школ, что можно давать ребенку с собой и так далее, и так далее, но то, что ели в детстве мы, ребята, это жесть. Это то, что не приводит к здоровью, долголетию, процветанию. Это то, что приводит к, во-первых, не слышанию, не видению себя, очень сильно тормозит работу мозга и в конечном итоге 50 или там сколько, 40, привет, список болячек и любимый, лучший друг это терапевт, потому что он знает, куда тебе пойти дальше. Мы не привыкли быть собой, вообще мы даже не знаем, кто мы, потому что с самого детства единственное, что с нами делали, это уводили нас от состояния быть самим собой. Да, мы научились математике, мы можем перечислить 10 точно русских поэтов, мы знаем английский, еще что-то, про физику можем что-то рассказать, но мы не знаем, кто мы. И к этому знанию невозможно прийти через внешние триггеры. Никакая новая купленная кофта, никакое, даже, вы знаете, проекты к этому не приводят. Очень-очень крошечный процент проектов. наоборот, человек начинает создавать проекты настоящие, которые просто взрываются в мире, к которым притягиваются миллионы, и он на этом, кстати, еще очень хорошо зарабатывает, когда он начинает это создавать изнутри, когда он знает, кто он. и чтобы понять вообще, кто ты и что ты и про что ты, а не вот этот набор слайсов таких программ, которые каждый день там включаются. Надо то, надо это, надо туда, надо сюда, надо, надо, кто я там, где? Чтобы перестать включать бесконечно программы социальные, которые записаны уже просто на терабайты и гугл объемы нашей памяти, достаточно просто и понять, кто ты, достаточно просто начать находиться самим собой здесь и сейчас, видеть себя, слышать себя, узнавать себя, состояние быть собой, вещь в себе. И только в этой точке появляется просто бешеный масштаб наполненности, самое глубокое удовольствие, самая яркая проявленность и самая чистая любовь только здесь. про это медитация. Собственно, все, потому что когда ты сидишь и больше нет ничего, что бы там ни жужжало и где бы ни кололо, ты продолжаешь находиться с собой, сколько бы раз внешние триггеры опять не старались тебя вытащить из состояния быть собой. ты говоришь окей, я вижу свое сопротивление, да, это очень тяжело первый раз жизни, второй, тридцать пятый раз жизни всего-то в течение недели, месяц, год, я 30 лет до этого этим не занимался, да, это очень тяжело сидеть первый раз, второй раз еще тяжелее, третий раз вообще не понимаешь, нахер это надо, еще и болит все, но продолжая быть собой, ты обретаешь настолько глубокую ценность и настолько глубокую целостность, что потом вот это вот все становится ненужным и пройти сквозь свое собственное сопротивление, точнее, сквозь сопротивление программ, сквозь сопротивление ума, сквозь сопротивление социума, потому что Вот все, что вас окружает, как только вы начинаете меняться по-настоящему и уж не дай бог идти по-настоящему в себе, все это конец вселенной. Вы будете новый, вы будете другой, вы будете целостной, счастливой, изобильной, наполненной, это не нужно никому. Вам ничего нельзя будет втюхать, вам нельзя будет манипулировать, вам нельзя будет продавать, вас нельзя будет принуждать, вас нельзя будет, просто сами ничего нельзя будет делать, кроме того, что вы сами делать не хотите. Блин, все, просто 70-90 сколько там процентов бизнесов, просто рухнет после этого. Конечно, это никому не возможно. Это абсолютно нормально. Точнее, даже так, я не считаю, что в мире есть какое-то зло. Вот эти вот все вещи, которые бесконечно триггерят, это лучшие проводники к тому, чтобы понять, что что-то не так и начать приходить к себе. И вот эти внешние триггеры, они просто всегда будут напоминать, какова у вас сейчас глубина взаимодействия с собой. Насколько вы реально готовы платить своим временем, своим вниманием, своим состоянием, самому себе, для того, чтобы быть самим собой. Для того, чтобы быть самим собой на самой потрясающей, самой масштабной глубине, какая вообще только возможна в этом мире. По-моему, у меня уже совсем закрылись глаза. Все-таки, несмотря на то, что нет прямого солнца, достаточно ярко. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Поставьте самый кайфовый лайк этому видео. Пишите в комментариях, что вам интересно по этой теме обсуждить. Может быть, вы считаете, что медитация – это полная туста. Или, может быть, вы практикуете уже год и не чувствуете ничего. О, может быть, вы только начали, а вас прет так, что просто об этом даже рассказать в словах сложно. Поделитесь вашими мыслями, делитесь с друзьями этим видео. Чем больше счастливых, наполненных людей будет в этом мире, тем выгоднее в конечном итоге нам всем. И смотрите следующее видео по медитации. Благодарю вас, что вы досмотрели это видео до конца. Мне очень ценно делиться этим с вами. И я вкладываю свое самое большое намерение, чтобы это приносило потрясающую пользу. Меня, как проводника для мира. Благодарю. Увидимся в следующих видео. Спасибо. Пока. 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 Продолжение следует...